В последние дни отечественная и зарубежная пресса активно обсуждает заочное противостояние президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Глава Белого дома публично обозвал российского коллегу убийцей, на что тот демонстративно пожелал ему здоровья, явно намекая на проблемы с возрастным слабоумием и безуспешно вызвал на некие дебаты. Это событие считается беспрецедентным по жесткости взаимных высказываний лидеров двух держав, переходящих порог откровенного хамства. Это уже не просто большая политика, это явно что-то личное. Но что? Говоря про Джо Байдена, следует учитывать, что это не просто забавный и сонный, постоянно спотыкающийся и несущий какую-то околесицу человек. Это ставленник американских элит, представитель демократической партии США, которая олицетворяет собой так называемых глобалистов. Из двух наиболее реальных кандидатов в соперники республиканцу Дональду Трампу, Хилари Клинтон и Джо Байдена, демократы выбрали последнего как имеющего наименьшие проблемы со здоровьем. То, что госпожа Клинтон серьезно больна, стало настолько очевидным для широкой общественности, что это было уже невозможно более скрывать. В результате путем массовых фальсификаций на выборах 2020 года президентом США стал бывший вице-президент Барака Обамы 78-летний Джозеф Байден, демонстрирующий признаки прогрессирующего слабоумия. Очевидно, что главой государства в самом обозримом будущем может стать его напарница, темнокожая Камала Харрис. Однако не будем заниматься самообманом. Реально править Соединенными Штатами будет демократическая партия, и именно ее лидеры будут определять отношения гегемона с Россией. И вот тут все безрадостно. Буквально все политические тяжеловесы среди глобалистов испытывают сильную личную неприязнь к президенту Путину, причем явно взаимно. Откуда же пошел этот разлом, попробуем разобраться. Сегодня принято считать, что президент Джо Байден перешел все грани приличия, назвав Путина убийцей. Правда, следует учитывать, что подразумевался стиль поведения Владимира Владимировича по отношению к оппонентам, а не то, что он бегает с ножом ночами по паркам и реально убивает ни в чем не повинных людей. Предшественники сонного Джоистана Демократической партии США высказывались в его адрес, пожалуй, еще жестче. Например, экс-президент Барак Обама в своей автобиографической книге под названием «Земля обетованная» так описывает свои впечатления от личного общения с российским лидером в 2009 году. Путин напомнил мне мужчин того типа, которые когда-то заправляли чикагской политикой или тимони-холлом. Воспитанные улицы, жесткие, лишенные сантиментов типы. Узколобые, которые никогда не выходили за рамки своего ограниченного опыта и которые расценивали крышу, взятки, шантаж, обман и периодически возникавшее насилие, как законные методы своей в США, чикагская политика традиционно ассоциируется с коррупцией. Так вот, господин Обама назвал Владимира Путина, который в 2009 году, во время знаменитой рокировочки с Дмитрием Медведевым, был премьер-министром, таким районным боссом из Чикаго, но с ядерным оружием и правом вето в ООН. Скажите, что звучит жестче. Это высказывание Барака Обамы или слова Байдена насчет убийцы. Но это далеко не вся публичная пикировка Владимира Путина с представителями Демократической партии США, чего стоит заявление экс-кандидата на пост президента США Хилари Клинтон, сделанное в 2008 году. Он был сотрудником КГБ. У него по определению не может быть души. Крутовато, не находите. Также она жестко критиковала участие России в войне против Грузии, а самого Путина называла пережитком гегемонистской эпохи. На это Владимир Владимирович отвечал, что хамский стиль Хилари Клинтон говорит о ее слабости. С женщинами лучше не спорить и лучше не вступать с ними в пререкание. Но госпожа Клинтон и раньше не отличалась особым изяществом в выражениях. Далее, на днях стало известно, что некий конфликт случился у президента Путина и с Джо Байденом, в бытность его вице-президентом Барака Обамы. Некто Майк Маккормик, бывший стенографистом у Демократа, в своей книге с говорящим названием «Слэпт ин Москву», люди с низким уровнем социальной ответственности дали пощечину в Москве, поделился с миром удивительной историей. Якобы во время визита сонного Джо в российскую столицу в 2011 году, его страшно унизили со всей КГ бистской жестокостью. Американскому вице-президенту не дали нормально выступить перед аудиторией, выключив его микрофон и свет в помещении, а суровые русские голоса попросили прессу на выход. Вот такая вот история. Итак, что мы имеем в сухом остатке. У Владимира Путина не сложились нормальные рабочие отношения ни с Обамой, ни с Клинтон, ни с Байденом. Но что стало тем водоразделом? Напомним, что начиналось с демократами у Кремля, все весьма радужно. США и РФ заключили соглашение о сокращении ядерных арсеналов, совместно работали над пакетом санкций против Ирана. Москва дала Вашингтону разрешение использовать свое воздушное пространство для полетов самолетов с военными грузами в Афганистан. В ответ в 2010 году США отказались от развертывания элементов своей системы прав Польши и Чехии. Но потом идиллия начала заканчиваться. Сперва была Олимпийская война в Грузии, когда Россия была вынуждена встать на защиту Абхазии и Южной Осетии. Затем в 2011 году США с союзниками совершили интервенцию в Ливию, свергнув режим Муаммара Каддафи и фактически уничтожив процветающую страну. Отметим, что эти события пришлись на период, когда Владимира Путина на посту президента России подменял его старый знакомый Дмитрий Медведев. Западная пресса отмечала, что Вашингтон возлагал большие надежды на преемника, как человека более молодого и менее связанного с советским прошлым. Не исключено, что именно во время памятной рокировочки Владимир Путин пришел к выводу, что Демпартия США может попытаться отстранить его от власти через цветную революцию или иную вариацию на тему дворцового переворота. И это стало причиной глубокого межличностного конфликта российского президента с ее лидерами. Нынешняя ситуация с Джо Байденом является составной частью общей проблемы и лишь подтверждает это предположение.